22 процентная группа. 22 процентная группа. Круто. 22 процентная группа. Да, там где-то зарплата хорошая уже директора, там уже премия. Насколько это реально? Как максимально быстро можно строить этот бизнес? Как долго надо работать, чтобы стать директором? Хотите ответ? Смотрите, когда я приглашаю людей в этот бизнес, я знаю свою задачу. Я должен провести для него как минимум три встречи. Эти встречи должен провести я, потому что это мой бизнес, это моя организация, это мои деньги, мой товарооборот. Поэтому эту работу должен делать я. Не надо кивать на это самое зеркало, чтобы морд кивает. Три. Причем, вы знаете, как раз я почитал эту фразу, которая вообще изменила вообще все мое понимание в этом бизнесе. Одна фраза всего. Звучала она так. Моя организация растет наилучшими темпами в стране за счет того, что я каждого человека, который приглашаю в этот бизнес, сразу ставлю задачу. Как быстро сможет приглашать бизнес своих первых трех человек? Как быстро ты сможет производить бизнес своих первых трех человек? Интересно. Когда я работаю в Москве, то я работаю, как правило, с одной группой раз в неделю. «При чем я не когда им будет удобно, а когда мне будет удобно?». Я говорю говорю, «Выбирай день, в котором иис邨им за тобой». «Ну jetzt, stellen Siezeitokom», «Когда им будет удобно?» «Нет, я думал, не понял». «И когда им будет удобно, тогда мне будет удобно?» «Верон tud Hovich может быть!» «Немненьких поедет или whoever». Он говорит, будь за sendo Coca wit, мне не устраивает своёртвёртвёртвёртвль. «Хорошо, субботу или пятница». «Ладимир, fazem ты всё время собр Reporter». «Ос May 20» — Warning, меня это все время свободная, чтобы было приезжаю в другой город. Он говорит, это ты так думаешь, что у меня все время свободна? Потому что я знаю, что через неделю у меня в расписании палец ставить будет некуда. Поэтому давай выбираем сразу время, назначаем. Он по субботам. Я говорю, хорошо, утром или вечером? Выбор без выбора. Он не выбирает, приглашает, не приглашает, он начинает выбирать, утром или вечером. Он говорит, вечером, хорошо, по вечерам, по субботам, с тобой, твоей командой. Он еще контракт не подписал. Он еще контракт не подписал. Я ему говорю, с тобой, твоей командой будем проводить встречи. Когда я работаю на периферии, то я работаю, как правило, два раза в неделю. Не чаще. Почему? Потому что, во-первых, людям надо дать вопрос, время переварить информацию. Во-вторых, надо переночевать. В-третьих, надо обзвонить. В-третьих, 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 надо составить списки знакомых. В-третьих, два раза в неделю, с одной группой. А когда в Москве, то с одной группой один раз в неделю. Знаете, что получается? Первая встреча – три, вторая – девять, третья – двадцать семь, четвертая – восемьдесят один. Причем я ему говорю, а теперь попробуй ты. Не волнуйся, я здесь рядом с скобочками сижу. Стараюсь молчать. И, в-принципе, когда я у людей спрашиваю, сколько тебе надо в раз прослушать эту информацию, он говорит – два-три раза, нормально. Некоторые – пять, некоторые – пятнадцать. Говорит – я не знаю, может, двадцать, двадцать пять. Прошу прощения, я буду искать других. Я занимаюсь не благотворительностью, я занимаюсь бизнесом, поэтому сложно здесь ничего нету. Послушал – раз, послушал – два, послушал – три. Пробуешь сам, слушай, у тебя классно получается. Я пошел в работу с другим. Но смотрите, какая интересная вещь получилась. Три и двадцать семь – сколько? Не слышу. Девять и восемьдесят один. Девяносто и тридцать. Девять – сто двадцать человек. Если каждый из них сделал закупку на сто баллов – что такое сто баллов? Квалифицированный рекорд, да? Если делать на сто баллов, то у нас получается… Сколько у нас получается? Кто умеет посчитать? Двенадцать тысяч. Шо такое двенадцать тысяч? Двадцать тысяч. Правильно? Двадцать два, да. Большое упрощение, у нас работа еще 21-го, поэтому бывают оговорки. Итак, я приносил человека, новичка, я провел для него серию встреч. Раз в неделю, два в неделю, три в неделю, четыре в неделю. Что такое четыре в неделю? Месяц. Громче? Месяц. Месяц. То есть получается, что любой человек с нуля за месяц работы может выйти на 22 пациента. Правильно? Да. Работая раз в неделю. Найдите такую другую работу, чтобы я поработал один месяц раз в неделю по три часа и пожизненно был 22-пациентный групп. Почему? Потому что эта группа уже не падает. Она уже никогда не падает, потому что она дальше будет продолжать развиваться. Причем, вот за эту группу, 12 тысяч баллов, это получается где-то 12 тысяч долларов, я так хочу считать. Умножаю на 5 процентов, кто умеет быстро считать? 600 баксов. Найдите такую другую работу, чтобы я поработал один месяц раз в неделю по три часа и пожизненно получал 600 баксов. Минимум. Я понятно объясняю? А я работал раз в неделю. От егней в неделю 7. Я могу одновременно растить 7 групп. Если я только по вечерам буду работать. А если еще и по утрам? Я грамотой излагаю? Да. Что, не нравится? Да. Ну, смотрите, там интересно, другое. Я пригласил всего трех человек. Делим на три. Получаем по 4 тысячи. Что такое 4 тысячи в или флейме? Да. 15 процентов. То есть у меня три 15-ти процентика. Я правильно посчитал? Да. У меня получается здесь 4 человека, которые понимают смысл этого бизнеса, которые прослушали несколько презентаций, которые даже сами уже попробовали, которые уже получают хорошую зарплату, потому что 22 и 15 тоже хорошая зарплата. То есть у меня получается 4 обученных человека, 4 человека с зарплатой, 4 человека со знаниями, 4 человека, которые уже могут начинать работать сами. Скажите, пожалуйста, что с этими людьми станет на следующий месяц? А вот этот человек уже едет в Мадрид? Да. В ранге старшего золотого? Я грамотно излагаю? Да. За месяц человек выходит на 22 процента, и на втором месяце он уже в ранге старшего золотого едет в Мадрид. Я что-нибудь неправильно посчитал? Я что-нибудь неправильно посчитал? Может, я где-то ошибся? Но это еще не все. Это еще не все. Я же работу на этом не прекратил. На следующий месяц я приглашаю следующие 3 человека. Что станет с этими тремя человеками через месяц? А этот человек уже едет в Австралию за 3 месяца работы. Я что-нибудь неправильно посчитал? Я что-нибудь неправильно посчитал? Может, я где-то ошибся? Может, у меня с математикой что-то слабо? Кто у нас там считал очень хорошо? Где у нас там счета? Вот, вот, Руба, который... Все бонусы посчитал раньше меня и даже глубже меня. Спасибо огромное. Что я посчитал неправильно? Сходится? Сходится? Кто хочет выводить людей за 3 месяца на поездку в Австралию? Это теория. Это теория. Теория говорит, что любой человек за первый месяц работы, если он будет работать раз в неделю, по 3 часа, за первый месяц работы он уходит на 22%. На второй месяц теория говорит, вот, пожалуйста, причем даже не по 5 человек, даже по 3 человек. 5 человек это страшно, 5 человек это много. По 3 человек. На второй месяц он становится старшим золотым, на третьем месяце он становится бриллиантом. Это теория. В реальной жизни эта теория имеет тенденцию размазываться. У кого-то на 3 месяца, у кого-то на 6 месяцев, у кого-то на 5 лет, у кого-то на всю жизнь. Вы знаете, что меня больше всего радует? Вы знаете, что меня больше всего радует? Теория утверждает вот это, то, что мы сейчас с вами озвучили. Но меня больше всего радует то, что есть люди, которые обгоняют теорию. Ему говоришь, пригласи 5 человек, или 3-х человек, а он приглашает 15, ему что, по морде дать? Есть люди, которые обгоняют теорию. Есть люди, которые делают сумасшедшие результаты. И не верьте, что большие результаты делаются медленно. Все большие результаты делаются очень быстро, нахально, экстремально. Я грамотно излагаю... Блин, поубиваю всех нафиг. Так, значит, ребята, лучшая благодарность ваша мне будет ваш новый результат. Особенно не в моей организации. Я хочу, чтобы вы ко мне подошли через год и сказали, что все, что я слышал, я это применил, я это сделал, я это сделал, у меня получилось. Я вам грамотно излагаю... Лучшей вашей благодарность будет ваши новые результаты. Основные вот эти информации, которые я сегодня перед вами давал.